Команда Командия Директора 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 Командия Директора Итак, представьте, страшный сон девушки, который приснился в преддверии 23 февраля. Подарок за 2009 год. Подарок за 2010 год. Подарок за 2011 год. Да в смысле не служил не мужик. Ты не подарок, вот это подарок. Да в смысле не служил не мужик. Да в смысле не служил не мужик. Так, носки дарила, трусы дарила, пену. Вроде бы дарила. А подруга его бритву. Дорогие друзья, ну и что хотелось бы сказать в конце. Значит, перед игрой подходит нам наш ректор, а он трехкратный чемпион высшей лиги и говорит, ребята, выиграете одну восьмую открытой лиги, поедете в Сочи на фестиваль. Друзья, вы же понимаете, что это самая важная игра в нашей жизни. Команда КВНД-директора встретимся в Сочи на фестивале. Команда КВНД-директора! Следующий конкурс – разминка. Так, разминка у нас сегодня будет с многоуважаемыми членами жюри. Давайте первый вопрос у нас Ксения Корнева. Сделаем вот так. Да, друзья, под ваши аплодисменты Ксения Корнева задает первый вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, команды. Что-то я так наржалась, я все забыла, еще хотела спросить. Очень смешно. Спасибо вам за визитки отдельно. Еще раз спасибо огромное. Очень весело. Вопрос у меня будет такой. 27 марта начинается финальная серия Восточной конференции по хоккею. Хотел сказать, континентальная хоккейная лига. Ничего не перепутала. Лига-дрыга. Вот. Между Акварсом и Сибирью. Все вы знаете об этом. Вопрос будет такой. Скажите, как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Отвечает команда, моя любимая команда Квен. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Попринься на высоту. Привет, я знающик. Так, кто отвечал? Говорите, я. Моя любимая команда Квен отвечала. Сейчас у микрофона команды Квен я обиделся. Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Ну, хочешь, я с ним схожу. Последи ловышку Отвечает команда КВН «Бисквит» Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Просто вискоса там в углу носит, он сам не пойдет, такой, о, в хоккей? Нет Ну, типа, додумать Они что-то знают Отвечает сборная нормальных людей Как объяснить мужчине, что в этот день я не хочу в ресторан? Че ты верешь, у тебя нет мужчины? Вот, вот Вот он, Бирский Прадару Здесь же КВН, ее можно обманывать и лидить Отвечает команда КВН «Огород» Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Да это вообще не проблема, меня вчера чайка унесла Вот такая история Отвечает команда КВН «Мы не стесняемся» Как объяснить мужчине, что я в этот день не хочу в ресторан? Дорогой, я вчера так нажралась, сегодня перерыв У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Да, теперь рекорд, можно передать туда дальше. Потом, сейчас девушки сначала зададут вопросы, а потом, да это Серега Ганкин, ты чего? Подумал, что девчонки-то. Задает вопрос Ирину Дунчеву. Ваши аплорисменты! Мы, видимо, оказались большими любительницами хоккея. Вопрос про то, как мы будем поддерживать нашу хоккейную команду в Сибирь, когда отплодает, видимо, здесь все самые большие фанаты собираются. Ну, тогда обычный вопрос, как вы планируете встречать предстоящие огромные первомайские праздники? Вопрос про длительные первомайские праздники. Как вы их будете праздновать? С вами вы, короче, такая, как Сибирь. Вопрос для спеда, ему бы выехал. И на сцене еще, вот ты жопа. Отвечала команда КВН Огород, сейчас отвечает команда КВН Бисквит. Задавайте, задавайте. Как вы предполагаете праздновать большие термайские праздники? Ой, я так это кидаю, все праздники везти пойду. Вот это аниматорство нынче. Отвечает команда КВН, мы не стесняемся. Как будете праздновать первомайские праздники? Огромные праздники, огромный стол. Вот. Разминка показывает всю правду. Отвечает команда КВН Дети Ректора. Планы на первомайские праздники. Надену на себя фуфайку и пойду на первомайку. Вот. Отвечает команда КВН, давай по новой НГУ. Планы на первомайские праздники. Да обычно я в это время елку выбрасываю. Вот такой ответ отвечает команда, моя любимая команда КВН. Ваши планы на первомайские праздники. Ну я из водника, не дай бог в море, а. Ну стоп, ну стоп, прям. Отвечает команда КВН, чай. Здравствуйте, можно полностью, извините. Нам предстоят большие первомайские праздники и как вы планируете их отпраздновать? Планирую отмечать их, крестика. Вот. Отвечает команда КВН, я отберилась. Ваши планы на первомайские праздники. Ну я девушка, мне как бы все равно, я просто буду сидеть и ждать подарка от парня. Хорошо. Отвечает сборная нормальных людей. Ваши планы на первомайские праздники. Я буду отвечать, праздновать и отвечать на первомайке. На этот ответ мы. Отвечает команда КВН, погладь кота. Как вы планируете отпраздновать длительные первомайские праздники? Мы с аграрного края, так что думаем все праздники у нас пройдут на поле. Оплодисменты. Отвечает команда КВН, ново си. Как вы планируете отпраздновать первомайские праздники? О-о-о-о, да как обычно, че-то. Аплодисменты. Зайдет, зайдет. Да по-другому надо было показать просто. Спасибо, друзья Ирине Дончевой. Давайте поаплодируем ей. А теперь, собственно, вопросы от мужской части этого жюри. Егор Канцев. Выключили микрофон. Здрасте всем, друзья! Сразу заби... Все, не буду орать. Микрофон меня не хочет понимать. Друзья, сегодня, вот прям правда, честно, с утра посмотрел на себя в зеркало, что-то не то, кто я старый стал. Вы, стоите-таки молодые на сцене. Вопрос к вам простой. Как продлить молодость, собственно, да. Вот так. Как продлить молодость? Ты проорал по эмоциям. Отвечает команда КВН, я убедилась. Как продлить молодость? Ну, добрать ее в вышку. Погладь кота! Как продлить молодость? Не знаю, пацану уже 60, выглядит на 30. Все, плюс ставьте. Плюс-вилус. Про Путина всегда смешной. Отвечает команда КВН, дети-ректора. Как продлить молодость? Молодость продлить легко. Меньше пей, Егор, пивко! Как в воду, гляди! Конечно! Все, больше никто не хочет обучать после пивка. А все? А после пивка только спать, правильно? Да, хватит маленьких. Отвечает моя любимая команда КВН. Как продлить молодость? Ну, обычно про продление от других людей слышат. Он знает больше. Отвечает сборная нормальных людей. Никит, как продлить молодость? Вот так берешь и продлиешь. Молодость. Что говорят? Отвечает команда КВН-Огород. Пожалуйста, как продлить молодость? Ха-ха! Непонятно. Это типа ты, понял? Да, это так смешно получилось. Один спит, а другой снова Кузнецкая. Началось. Несмешными ответами такой отыгрыш. Поцелуями, поцелуями. Итак, это бисквит, да? Насколько я понимаю. Как продлить молодость? Ну, короче, смотри, по моему методу, короче, шейпинг и девочки. Только без шейпинга. И без девочек. Автор. 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 Семнадцати тысяч команд КВН. Конечно. Отвечает команда КВН, давай по новой. Пожалуйста, как продлить молодость? Умирай молодым. Борзон и боски! Как-то грустно. Отвечает чай. Как продлить молодость? Здравствуйте, можно полностью, пожалуйста. Сегодня утром посмотрел себя в зеркало, думаешь, как-то старый стал вообще. Непорядок. Спрашиваю, как продлить молодость? Смотрите мультики по утрам, и что? Ха, тык мой какой! Отвечает новая СИП. Итак, как продлить молодость? Завязываешь Лигой Сибири. Ты тоже, Вайб. Следующий вопрос. Видимо. Даш, спасибо Егору Канцеву! Сейчас я попрошу, друзья, бурных аплодисментов, иначе он не будет задавать вопрос. Задает вопрос Енгений Сальцев! Автор команды КВН. Неплохая компания. Сыстры. Ну, как раз подвел под вопрос. На самом деле, я не только шоумен, не только трехкратный финалист Лиги КВН Сибири. А что же еще? Всего автоспорта сия. Вот, также у меня есть еще такое увлечение, как металлоконструкции. Иногда мне приходится бывать... Да. Иногда мне приходится бывать в цеху. И вот свадщики мне говорят. Долго нельзя смотреть на сварку, иначе появятся зайчики. Но так как я любопытный, вопрос в чем состоит? Куда мне теперь эту стаю девать? Время пошло. Куда мне девать стаю зайчиков? Трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь. Ха, на тело. Ой, они такие ломались. Отвечает команда КВН Новосиб. Куда мне теперь девать эту стаю? Не, Егор, не за это. Сибирь не завязывай, не надо. Отвечает команда КВН Бисквит. Итак, куда девать мне эту стаю? Навертель их вот так вот, и в салат прям. Ну, как порезал, видели? Отвечает команда КВН Бисквит. Итак, куда девать мне эту стаю? Главное, чтобы к ним белочки не присоединились. Ответ от команды КВН. Я увиделась. Итак, куда мне девать эту стаю? Ой, посмотрите, Евгений Зайцев задает вопрос про зайца. Роник. Моя любимая команда КВН. Ну, давай, водник не подведи. Я учился. Да, он Платона водник не подводит никогда. Итак, куда мне девать шею эту стаю? Ну, отпусти. Бегите, зайчики, вы свободны. А можно полностью? Полностью? Да. Я не только шоумен. Шоумен? Я трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь и также ведущий всех спортивных мероприятий города Новосибирска. Но у меня есть еще одно хобби. Это металлоконструкция. Устал? Сам хотел. И сварщики мне говорят, долго не смотри на шухарку, а то появятся зайчики. И куда мне девать теперь эту стаю? Зайчиков солнечных. Надо вам было все делать. Он этого ждал, понимаете? Отвечает команда КВН. Чай! И куда мне девать теперь всю эту стаю? Устраивайте зайчьи гонки! О, наконец-то! Отвечает сборная нормальных людей. Куда девать мне всю эту стаю? На шубу. И куда девать теперь мне всю эту стаю? У тебя есть зайцев стая? Так отдай их дед Мазайю! Команда угород. Итак, куда теперь девать мне всю эту стаю? На кудыкину горы воровать помидоры. Отвечает команда «Давай по новой!» Можно полностью? Да нет, пожалуйста. Давай со сварщиков начну. Давай полностью. Да давай всем же интересно, чем ты занимаешься в жизни. Я не только Шоума. И трехкратный финалист Лиги КВН Сибирь. А также судья всех автоспортивных мероприятий города Новосибирска. Но также у меня есть металлоконструкция. И часто бываю в цеху. И там сварщики говорят, не надо смотреть на сварку. А то... А то зайчик не появится. Теперь, внимание, вопрос. Куда мне девать всю эту стаю? У тебя еще есть? Металлоконструкции? Спасибо Евгению Сальцеву, друзья! Он вот мой мангальный друг, друзья! Сергей Автозагарович Канкин! Добрый вечер всем! Друзья, коротко и ясно. У меня небольшая проблема. У меня совсем скоро день рождения. Не знаю, где отметить. Подскажите, где и как весело можно отметить свой день рождения? Свой? В классе литературном. Своё день рождения. Вот, значит, образованные люди есть. Ответ от команды КВН-Чай. Как весело отметить свой день рождения? Первая праздничная кампания. Праздники под ключ. Молодец! Молодец! Плюс! А? Кто телефон скажет еще одну плюс? А как, подскажи, весело отметить свой день рождения? У нас в Барнауле Аймакс 3D открыли. Приезжай! Спасибо. Спасибо. Это был ответ от команды КВН. Углайк-кот, да. Отвечает команда КВН «Давай по-новой». Как весело можно отметить свой день рождения? Ходи на завод металл конструкции, там прикольно. Вот, хорошо. Потом будем закрывать за это. Ответ от команды КВН «Я убедилась». Девочки, подскажите, как весело можно отметить свой день рождения? Может быть, это немного старого, но я предложу клуб сибирских комедий. Спасибо. На комедии, на комедии, на комедии. На комедии, на свою нюху приходи. Ответ от команды КВН. Моя любимая команда КВН. А, скажи, где так весело можно отметить свой день рождения? 40 лет не отмечают. Оооо, Серега, не думал, что ты под своей копченостью седину скроешь, нет? Кто это отвечал? Это моя любимая команда, отвечал. Твоя любимая команда? Ответ от команды КВН «Директора». Так. Подскажи мне, как и где весело можно отметить свой день рождения? Ты не ухлупи, отметь неплохо, позови Мак Солотоху. А, братан! Как сказал мне друг один, я рисую, как кредит. Вот он. Ответ от команды КВН «Ого урон». Как и где весело можно отметить свой день рождения? В Солярии! А, как и будет? Да это естественный загар, правда. Да не надо нам ля-ля. Я могу показать места, где... Ну ладно. Потемнее где? Не потемнее. Скажи, где и как весело можно отметить свой день рождения? Я же говорил, его рожали. Как на мамины именины? Мне стихи не заходит. Не важно, кто отвечал. Не принципиально. Ответ от команды КВН «Ого урон» не стесняемся. Где и как весело можно отметить свой день рождения? Ну соберитесь в компанию и половите зайчиков, я не знаю. Спасибо. Спасибо. Мне интересно, как в том году все. О, сборная нормальных людей. Скажи, как и где можно отметить свой день рождения? Устрой дикий шапош. Нет больше ответов. Спасибо большое. А, Серега, где бы, с кем бы ты хотел отметить свой день рождения? С моим лотоком. С участниками Открытой Лиги КВН аплодисменты всем, друзья! Дети ректора, ваши аплодисменты! А свой конкурс одной песни мы хотим посвятить настоящей русской любви. Иван Кристианский сын здесь. А, Серега, где бы ты ее хочешь? Но вообще хозяйка можешь брать, когда хочешь. И хозяйстве твоем всю жизнь я прожил. Днем я работал, ночью творил, написал тебе песню. Вроде круто выходит. Спасибо за антенуру Кирилла Меконий. Я не буду слушать деревенских ребят Наплевать, что в народе про тебя говорят Я нарочно поджег свою любимую мельницу Чтобы снова с ним встретиться А я себя порола и гнутом плетала А один чудил, а все это записал А я себя порола и гнутом плетала И в 21 веке кто-то фильм ужасный снял Красный, красный Так, стоп, что здесь происходит? Вообще-то я боярин, и я жених ее Да, походу здесь намечается первый батл на Руси МС справа, представьтесь Боярин Никодим МС слева Иван Христианский, сын в здании Погнали! Выпьем тебя до донышка Ставлю на тебе крест, как Владимир Красно-Солнышко И вообще, у меня есть разрешение от ее бати Я приеду к ней на телеге из Толианте МС справа Послушай, Иван, она вообще не твой уровень Ты здесь очень сильно рискуешь И вообще, Иван, ты рискуешь проиграть Тебе лучше за конями убирать МС слева Слушай, боярин, ходят слухи, ты дурак Вокруг шум, пусть так не кипишу Это че такое? Я, конечно, понимаю, что я здесь халтуря Но все-таки это хитом будет Никодим, давай Ты копал мой навоз, я жатал твую звуль И вообще, если надо, я к тебе подойду Я к тебе подошел, и вот отстаю Так, стоп, стоп, стоп Дайте мне слово сказать Так, послушайте сюда Вы попутали совсем, вы не нравитесь мне оба Это я, скажи, как день Ты какой-то жирный, а ты вообще корявый И вообще, мне нравишься ты Кучерявый Мы спели вам рэп о грустной любви Где кудрявый пацан поломал две судьбы Но не в этом мораль, то другая телега На Руси было 50 оттенков стерла Только хлеба Дорогие друзья А в конце хотелось бы сказать, что не важно, где ты живешь В берлоге, в избе, или в дворце, или ведешь открытую либу КВН Новосибирска Главное, что в конце всегда победит Кучерявый По-любому Команда КВН Дети Ректора Любите друг друга Команда КВН Дети Ректора И беги к вашим апресментам, друзья